Добрый день! Для лечения рассеянного склероза используется множество различных медикаментов, которые условно можно разделить на 4 группы. Препараты для лечения обострений заболевания, препараты, изменяющие течение рассеянного склероза или ПИТРС, которые при регулярном приеме снижают частоту обострений, средства для симптоматической терапии, а также различные медикаменты и способы лечения, которые мы можем объединить под термином «альтернативные методы лечения». Если у пациента появляются новые жалобы и симптомы, необходимо, во-первых, провести оценку по шкале ИДСС и сравнить полученный балл с исходным состоянием. В случае, если инвалидизация по этой шкале увеличилась на 1 балл или более, сомнений в том, что у пациента возникло обострение, не остается. Также показано проведение МРТ по стандартному протоколу. После подтверждения обострения необходимо как можно скорее начать терапию. Наиболее доступный и эффективный способ – это пульс терапии метилпреднизолоном. Однако у этого метода, как и у любого другого, есть и противопоказания. Тяжелые побочные эффекты на глюкокортикоиды в прошлом, наличие неконтролируемой артериальной гипертензии, сахарного диабета и активно протекающие инфекционные заболевания. Альтернативой введению метилпреднизолона может быть плазмоферез взаменой не менее двух объемов циркулирующей плазмы на курс или назначение внутривенного иммуноглобулина из расчета 2 грамма на килограмм массы тела на курс из пяти введений. Разумеется, одной борьбой с обострениями решить проблему рассеянного склероза невозможно. Поэтому наибольшее значение в настоящее время им имеют препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Специалисты хорошо знают питер с первого поколения, бета-интерфероны и глотерамероацетат. В последние годы к ним добавились препараты новой генерации, из которых в России зарегистрированы фенгалимод геления и натализумаб тесабы. Как видно на слайде, если в клинических исследованиях среди неизвешенная эффективность бета-интерферонов и глотерамероацетата составляет около 30%, то для новых питерс она почти вдвое выше. Однако не следует обольщаться. И фенгалимод, и натализумаб обладают рядом серьезных побочных эффектов, поэтому они являются препаратами второй учити выбора, когда интерфероны и капоксон неэффективны, или плохо переносятся, или имеется тяжелое прогрессирование заболевания. Существует программа управления рисками, которая должна неукоснительно выполняться каждым врачом, назначающим эти препараты. Следует понимать, что питерс не излечивают рассеянный склероз и сами по себе не вызывают регресс неврологического дефицита, а снижают частоту и тяжесть обострений. Поэтому они наиболее эффективны при ремитирующем течении заболевания и в меньшей степени при вторично-прогрегиенте. Когда пациент достигает оценки по шкале ИДСС 6,5 баллов, терапия питерс не только бесполезна, но может быть опасна для жизни. Приведем такой простой критерий. Если пациент не может пройти 100 метров с тростью или без, то назначение этих препаратов очевидно запоздало. Таким пациентам показано реабилитационное и симптоматическое лечение. Большое внимание в последние годы привлекают клеточные технологии. В частности, при рассеянном склерозе используют тотальную аблацию иммунной системы с последующим пересадкой кроветворных стволовых клеток. Специалисты, выполняющие этот метод, называют его перезапуском иммунной системы. Трансплантация стволовых клеток потенциально наиболее эффективна у молодых пациентов без тяжелой инвалидизации, но с быстрым прогрессированием неврологического дефицита. Разумеется, данный метод лечения не вернет утраченных функций, а только поможет предотвратить прогрессирование болезни. Следует учитывать высокий риск такого радикального вмешательства, а также отсутствие мультицентровых двойных слепых рандомизированных исследований, поскольку лишь данные исследований, проведенных в соответствии с правилами GCP, дают достоверные результаты. Разрабатывается и ряд новых методов лечения. Применение иммуносорбции, ритуксимаба, олимтузумаба, токролимуса и еще не менее 30 новых лекарственных препаратов. Однако пока эти клинические исследования далеки от завершения. Благодарю за внимание.